Всем привет! Давненько я ничего не снимал и не загружал на YouTube. Но на это были причины, одна из которых будет как раз показана в этом видео. Кстати, с этого видео начнется небольшой сериал о строительстве в мастерской на новом месте. Сейчас будем разбирать крышу вот у этого сарая. Новую крышу планируем сделать вровень вот с этой вот крышей. Сейчас зайдем внутрь сарая и посмотрим, как он выглядит изнутри в данный момент. Вот так вот. В общем, планируем разобрать вот эту всю крышу и потолок. После этого вот здесь вот возле дверей выпилить три шпалы верхней длиной примерно метр. Здесь будет в дальнейшем окно рядом с входной дверью. И добавить еще один ряд шпал. Шпалы уже тоже куплены. Так как потолок в данный момент низко находится. То есть вот мой рост примерно метр семьдесят семь, семьдесят восемь. Ну, в данный момент я стою. До потолка я головой практически не задеваю. Ну, вернее, я вообще не задеваю. Еще сантиметров пять высоты. Но если вот идти, то вот в балку, вот в эту вот, я головой ударюсь. Вот. Поэтому будем еще добавлять один ряд шпал. Вот заметно, вот здесь вот есть как бы шпала. А здесь вот она идет, ну, вернее, даже не шпала, а идет на клин. Таким вот образом здесь выполнена крыша. Кстати, здесь даже когда-то был пол из досок, ну, старенький. Просто сейчас, в данный момент, здесь находится земля своего рода, помет от животных. Вот. И с этой стороны также видно, что идет клином. Соответственно, вот в этой половине, где двери, я до потолка не достаю. А здесь уже я не могу выпрямиться в полный рост. По этой причине будем поднимать стены на одну шпалу. А четвертая стена, это кирпичная стена, она ограничит с временной, ну, вернее, с летней кухней, или как там правильно ее называть, времянка, может быть. Уже купили три шпалы длиной по три метра. Данные шпалы не 2,75, а именно трехметровые. И вот такой вот профнастил, который пойдет на крышу. Длина профнастила 3 метра на 1 метр. Разобрали уже крышу. Также выпилили три шпалы. В этот проем потом будет устанавливаться окно. Установили, ну, вернее, положили уже три новых шпалы. Вот первая шпала, вторая шпала и третья шпала. Остается только добавить вот сюда вставыши. Эти вставыши будут делаться вот из этих шпал, которые были вот в этом месте выпилены. И вот здесь вот маленький еще вставыш будет. И еще заменили пол шпал нижний. Ну, вернее, вот она, вторая от фундамента. Она вот в этом месте была практически полностью изгнившаяся, превратилась в труху. Поэтому мы ее отпилили половину, выпилили, выбили. А на ее место поставили более-менее нормальную шпалу. Сегодня 3 апреля 2017 года. На улице идет небольшой снежок. Мастерская в данный момент находится вот в таком вот состоянии. Ну, это временно дверцу сделали, чтобы не вдуло. Сделали уже, капитально закрепили матки. Среднюю матку сделали вот таким вот образом. То есть, вот это вот темные уголки. Это сделали для того, чтобы матка была вровень с потолком. То есть, вот так вот. Что в дальнейшем вдруг эти будут чем-то зашиваться. Может быть, ДВП, как вариант. Ну, посмотрим. Вот. Доски уже как бы подогнали. Но еще не полностью перекрыли весь потолок. Сейчас эти доски закрепили, чтобы они не двигались. И сейчас будем заниматься крышей. Уже верхнюю балку пробросили. Сейчас на нее будем устанавливать стропилы. И уже дальше будем обшивать обрешеткой. Вот так вот выглядит наверху в данный момент. Устанавливаем. И, конечно, не怕. Установили стропила. Стропила крепили сначала саморезами с двух сторон. После того, как все установили, по центру стропилы засверливали сверлом насквозь и прибивали гвоздем на 200 к этому брусу. На верху стропила также крепили саморезами и вот сделали такие простые стяжки, чтобы не разъезжались. Также уже постелили, так сказать, настелили, вернее, потолок или закрыли потолок, как там правильно я точно не могу сказать. Я вообще не строитель, поэтому просто вынужден. Верхняя балка стоит на стойках. Вот три стойки. И уже на ней лежат стропила. Стропила с запилом. То есть они ложатся на верхнюю балку. Внизу стропила также запиливается. И лежат на древнее. Еще крайняя стропила скрепили со шпалами в виде вот таких вот подкупок для надежности. Вот в этой области потолок пока не стали делать. Дело в том, что здесь будет в дальнейшем выходить труба вентиляции, ну то есть вытяжной зонт. И труба печки. Вот ориентировочно я уже, не знаю, будет видно или нет, уже написал. Вот, примерно отметил, где будет выходить вытяжка. Ну это проекция, так сказать. Шпалы, которые мы сверху добавляли, ну то есть три шпалы цельные и три небольших кусочка. Мы их садили на, по-моему называется это шкант. То есть вот мы их делали из арматуры десятки, вот ее видно, вот раз. Вот там в углу, вот угловая она вообще длиной 40 сантиметров. То есть начиная с этого бруса она проходила насквозь и 5 сантиметров входила вот в нижнюю шпалу. Вот так же его видно. Это небольшой кусочек, так же сидит на двух шкантах, вот так их называют. Вот, для надежности. Так же верхние брусы их так же посадили на штыри. Обрешетку прибили. Сейчас осталось только закрыть крышу железом. Обрешетку прибивали с таким расчетом, чтобы потом саморезы при закручивании были на одной линии. То есть первый ряд саморезов 10 сантиметров от края, второй 100 сантиметров, следующий 185, и следующий 275. Почти все готово. Осталось прикрутить последний лист. Все, крыша в мастерской готова. Строительством я занимался не один. Мне помогали батя и муж сестры. Поэтому им большое спасибо за оказанную помощь. Ну, на этом все. Видео заканчивается. Спасибо за внимание. Всем пока.